Нестабильная игра на протяжении матча уже стала визитной карточкой нашей команды. Вот и в этот раз хоккеисты не оправдали надежд своих болельщиков. В первом периоде зауральцы владели небольшим преимуществом, а нефтяник предпочитал играть на контратаках. Открыть счет в первые 20-ти минутку так и не удалось, хотя курганцы несколько раз играли в большинстве. Второй игровой отрезок стал более содержательным. Зауралье прибавило в движении и к середине второго периода смогло дважды огорчить вратаря нефтяника. Отличились Павел Турбин и Илья Ахметов. В первый период нам, наверное, как сыграли мы вторым номером, оборонялись, практически там два броска нанесли по воротам соперника, можно сказать, в атаке. Ничего у нас не получалось особенно. Команда из Татарстана и не думала сдаваться. Уже через 30 секунд после второго гола курганцев Даниэль Несабулин сократил отставание в счете до минимального. Остаток периода прошел в равной борьбе. Команды обменивались опасными моментами, но так и не смогли забить. Третья 20-ти минутка складывалась полностью под диктовку нефтяника. Уже на первой минуте периода команда из Альметьевска смогла сравнять счет. Дубль сделал Даниэль Несабулин. Зауральцы прижались к воротам. Несколько раз своих партнеров выручил вратарь. Дважды за нашу команду сыграла штанга. Но как зауральцы не старались, в середине третьего периода нападающий гостей Максим Хапов в третий раз пробил Алексея Белова. В итоге матч завершился со счетом 3-2 в пользу нефтяника. Нам нужно два крайних нападающих, как говорят, кровь из носа. Иначе мы тяжело в таком состоянии держать команду в тонусе. Я просто ребятам благодарен за то, что они до сегодняшнего дня, по крайней мере, в движении, никому не уступили. Естественно, я хотел бы, чтобы в мастерстве. Но здесь дело наживное. Сразу. Теперь наших хоккеистов ждет 10-дневный перерыв. А потом три выездных игры с Касцинг-Торпедо, Ермаком и Соколом. Следующий домашний матч за Урале проведет 4 января. Наша команда сыграет против одного из лидеров ВХЛ Воронежского Бурана. Юрий Пестерев, Дмитрий Соснов, Александр Менщиков, Александр Немков. Информационное агентство Курганру.